Чудом остался в живых. Военнослужащий с позывным «Крашер» получил ранение. В Казани врачи провели сложную трехчасовую операцию. Медработники вытащили из сердца бойца осколок. Историю спасения защитника Отечества узнаете в нашем материале. Если бы бойцу можно было снять балаклаву, мы увидели бы счастливую улыбку. Буквально две недели назад врачи достали из его сердца осколок, который в любой момент мог убить парня. То есть осколок вошел вот сюда, в плечо, а оказался в сердце, при этом не повредив вообще ни дыхательные пути, ничего остального. То есть не обнаружили даже каких-либо спаечных тканей. Сказали, что есть те, кто в рубашке родились, так говорят, в бронике. Крашер признается, что не сразу понял, что вообще ранен и оказывал помощь другому бойцу. Только через несколько минут он почувствовал, что тоже ранен или, как говорят на фронте, затрехсотился. Побывал в четырех госпиталях и только в пятом в родной Казани врачи обнаружили ту самую смертоносную железяку. У нас есть алгоритм. Как только поступает раненый к нам в госпиталь, с ног до головы мы его прокатываем через компьютерную томографию. И у каждого практически второго-третьего находим случайные какие-то находки в виде осколков, как у этого мы нашли осколок в сердце. Это вот сердце пациента. И показан осколок стенки правого желудочка, вот в более привычном виде. Это вот сердце, это правый желудочек. Народное тело, оно яркое, светится, потому что это металл. После консилиума врачи решили оперировать Крашера в МКДЦ, межрегиональном клинико-диагностическом центре. Здесь даже сердца пациентам пересаживают. А вот с поиском осколку у военного дело имели впервые. Это непосредственно металлический осколок, который был удален из толщи стенки правого желудочка. Вы видите острые края осколка. Если бы операция не была проведена, вовремя был бы риск, соответственно, разрыва стенки правого желудочка, развития массивного кровотечения и гибели пациента. Через 14 часов Крашер был выписан из реанимации и мог спокойно ходить. Ни за что не платил. Абсолютно на полном обеспечении своей любимой родины. Настолько хорошее медицинское обеспечение, что не нужно действительно абсолютно ничего, кроме как просто дружеского общения, то есть периодически так, все вообще в достатке. Сейчас Крашер должен пройти военно-врачебную комиссию, которая вынесет решение, может ли он дальше продолжать службу. Равиль Мукменов, новости, Набережные Челны.